Всем привет! Снова я возле бассейна, тут у нас в нашем Алюра называется апартмент. Кто-то говорит Алюра, кто-то Алюра. Это мне таксист недавно иранец говорил. Это говорит Алюра. Я думал Алюра, ну да пофигу. Кстати, многие здесь за Путина, вот эти товарищи-выходцы из Ближнего Востока оттуда, таксисты часто попадаются, они говорят, что Россия молодцы, устроили этим товарищам-буржуям жертвы политической пропаганды с одной и с другой стороны. Как-то так. Так, значит, тема. Начинается много обсуждений, что типа, вот там какие-то такие нюансы по оборудованию, что там американцы, что наши используют у себя. Объясняю быстро и коротко. У товарищей американцев нет понимания вообще в принципе о качественном оборудовании, потому что люди, которые жили на всем готовом, всегда так было и всегда так будет, они не понимают даже, почему может быть, например, один какой-то прибор хорошего качества для Америки, а для других стран он может быть другого качества, с теми же самыми написями, надписями, которые на их коробках такие же точно приходят у нас. И, в общем, никому не вдомек, что могут быть какие-то не то что подделки, а именно изготовление товара тем же производителям, но немного другого качества. Вот это надо учитывать всегда и об этом помнить, что Россия это для западного мира страна третьего мира, в которую можно справлять любой хлам. Но не настолько производители виноваты, которые это делают, а насколько виноваты в этом товарищи-заказчики, кто заказывает. Они же хотят, чтобы было подешевле. И везде есть определенная ценовая политика. То есть, например, если вы в Китае что-то заказываете, оптом я имею в виду, не то что вы на Алиэкспресс какую-нибудь шелуху заказали, а про нормальный бизнес, то они тебе говорят, у нас есть там четыре варианта. Есть прям вот настоящее, есть недонастоящее, недонастоящее, ну и откровеннейшее говно. Вот то, которое говно, оно проработает, там, грубо говоря, ты его включишь два-три раза и выключишь, и оно больше не включится. И да, они это делают. Я не знаю, для кого они это делают, зачем это нужно, но у них есть это, они мне это рассказывали, что это, говорит, максимум проработать неделю. Больше недели, говорит, работать не будет. Просто вот ты включил там, то все, и все, и умерло это. Цена, естественно, отличается от высшего качества где-то раза в три, в четыре. То есть вы можете даже часы Rolex купить, китайский вариант. Они проработают у вас достаточно долго, но там не будет написано, что это Rolex. Будут они выглядеть точно так же, только они набьют там хироликс какой-нибудь сзади на крышке, там, где должно быть написано Rolex. То есть вот так вот. То есть понимаете, да, о чем я говорю? То есть если вы покупаете какой-то китайский вариант, то вам предлагают это сразу официально. Если вы покупаете какие-то другие бренды, то вы можете попросить там, ну, может быть там дешевле. Только если вы начинаете намекать на какую-то скидку там еще на что-то, они вам хорошо, говорят, мы можем вам предложить, типа, какие-то упрощенные варианты той же самой продукции. Как-то соль там, еще какие-то оборудования какое-то такое аквариумное. Не все, естественно. Естественно, Экотек мне предложит какие-то такие варианты. Они скажут вам, у нас контроль качества, но вы можете взять у наших азиатских партнеров. Азиатские партнеры уже вам расскажут всю политику партии, как они могут это сделать для вас дешевле, если вы это хотите. Если вы хотите прям вот оригинал-оригинал, то есть чтобы все четко было супер качество, то, скорее всего, вы тоже его не получите в России. Скорее всего, если вы будете заказывать это, ну, вернее, если вы будете покупать это у каких-то наших российских дилеров. Поэтому ребятушки там сами привозят это, как-то там договариваются, что-то мутят, чтобы притащить нормального качества все это, чтобы четко работало и без всяких там последствий. Так вот о чем речь. О том, что вы можете купить то же самое, но это будет далеко не то же самое. И товарищи американцы вообще не в курсе. Они думают, что весь мир пользуется тем же самым продуктом, которым пользуются они. Поэтому, когда вы читаете их отзывы, товарищи американцы пишут, о, все зашибись, там, смотри, я на этом, там, например, приборе, там, вырастил целый риф, там, то ли это светильник, то ли это еще что-то, там, какой-то помпа какая-то, еще чего-то. Я здесь заказывал оборудование. Если это, ну, как заказывал, покупал, в принципе, это примерно то же самое, что у нас, но ты видишь, что, блин, оно вообще сделано по-другому, то есть другие технологии внутри, то есть оно даже отличается, когда ты открываешь, смотришь, это по-другому скручено, другие там какие-то контакты стоят. То есть вот какая-то такая не сразу заметная разница есть. Пластик толще, например. Здесь вот просто вы пойдете в магазин, здесь даже пакеты, просто обычные пакеты, кульки, в которых вы носите там продукты домой, они в 4-5 раз толще. Вот реально, я вам говорю, в 4-5 раз толще, чем у нас. То есть, понимаете, какие-то еще там изделия, я вот замечал тоже, они все крепче, там, плотнее, как-то вот скотч этот, блин, там один слой этого скотча, как наших 3 или 4, понимаете. Я сначала наматывал скотч точно так же, там, 3-4 оборота, потом понял, что, блин, думаю, что-то какая-то фигня, он толстенный, просто как дровеняка становится, не пойму. Потом понял, что тут 2 оборота скотча, вы хрен порвете. А у нас там надо 5-6 отмотать, чтобы, блин, эта коробка 20-килограммовая не оборвала эту ручку там через 5 минут. Вот. В общем, вот такая вот разница. На всяких мелочах. Ну, это я такие вам банальные примеры привожу. Так вот, товарищи американцы, пишущие свои отзывы на своих ресурсах, имеют в виду совершенно не то. Они пишут не о том, о чем пишете вы. Вернее, вы думаете, что они купили то же самое, что купили вы. У вас это говно сломалось, а у них это говно работает. Они пишут отзывы, что все зашибись, все отлично, у меня все там растет, все колосится и красится. Ну, я про кораллы сейчас говорю. А у вас, блин, это не то вообще какая-то херня. Да что у них там у Америкосова этих происходит? Все задаются вопросом, как так? Где вообще справедливость-то в этом мире тогда? Я недавно шел, видел строительный магазин, там продаются кирпичи. Я посмотрел на этот кирпич, думаю, охренеть. Потом такие же кирпичи я увидел в стене. То есть это тот кирпич, который был в этом магазине, точь-в-точь. Значит, это здание выглядело, как будто это какая-то старая, древняя там постройка. Ну, то есть он такой устаревший, под устаревание сделан кирпич. Как будто это устаревшая постройка и, значит, цемент, скрепляющий кирпичи. Ребят, я вам говорю, вы с первого удара молотком его не разобьете, этот цемент. Что это? У нас, сука, бетона такого не делают. Как у них цемент между вкладки кирпичей, обычное там какое-то здание, не где-то там в каком-то, знаете, музей какой-нибудь слепили бы, там что-нибудь красиво. А то херня обычная, просто какое-то такое техническое сооружение, захераченное из этого кирпича, как я понял, дешевого по их меркам, и вот слеплены вот этим вот цементом. То есть я вам гарантирую, это вот то, о чем там рассказывают всякие альтернативщики по истории. Смотрите, каким цементом ложили, там какие-то старые там довоенные постройки. Кто-то говорит, что это немцы там ложили такие качественные здания, и там еще какие-то старые крепости там с использованием яиц, там вот этих, ну белок там, желток яиц для скрепления там укреплений. Ну это, блядь. Потом, когда вы видите все это у Америкоса в магазине, вы понимаете, что оно вот оно здесь и сейчас. Это все реально сделать. Просто нам поставляют говно. Вот я еще раз этот видос записываю с тем посылом, что в Россию поставляется говно. Все, что вы там купите, это будет просто низкопробное говно. Как минимум это будет перед тем качеством, которое самое лучшее. Ну то есть есть оригинал, а это не дооригинал будет. С вероятностью в 90 там процентов. Естественно, какой-то, если вы айфон купили, то, конечно, это будет айфон, как айфон, если это не китайская реплика. А вот такое вот наше аквариумное там какое-нибудь, это легко может немного отличаться. То есть контроль качества какой-то не тот. То есть американцы, товарищи, суровые. Если что-то сюда приезжает не такое, не то, как с этой солью Тропик Марин, то, соответственно, здесь поднимается кипиш сразу, и вся эта соль изымается, вся эта партия турецкой соли Тропик Марин едет обратно в Турцию с охерительными последствиями для компании Тропик Марин, с их глубочайшими извинениями и полной компенсацией всех там убытков, которые там они за доставки, перевозки, пересылки этого говна туда-обратно. А у нас же в Россиюшке-матушке можно говнище продавать, и никто рот не открывает. Может, даже если кто-то и открывает рот, то это не такие объемы, чтобы компания Тропик Марин в принципе прислушивалась к каким-то пожеланиям. Это сейчас не конкретно про Тропик Марин, это не имеет какого-то отношения к ним. Это я просто пример привел. Ближайшие того, что все знают в России, и вот в Америке изымалась партия, там сотни тысяч этих ведер, блин, приехавших из Турции, поехали обратно, и товарищи американцы все разом супердилеры их сказали, чтобы не было никогда здесь этого хлама больше. То есть турецкие товарищи от Тропик Марин потеряли самый крутой рынок. Я не знаю теперь, чем они там будут зарабатывать. В Россию будут продавать, наверное, в Китае. Ну, в принципе, тоже, наверное, можно. Но американский рынок самый огромный. Косяков он не прощает. Один раз обосрались, все написали, жалобы подали, магазины отозвали, все это говно обратно отправили. Все отлично. Убытки у компании Тропик Марин охеренные. Вот. Вот как-то так это все здесь делается. Поэтому здесь контроль качества жесткий. Не дай бог, тут кто-то усрался. Все, все, блин. Уже это все. Потеря американского рынка, потеря авторитета, который будет зарабатываться снова очень долго. Там со всякими компенсациями. То есть придется что-то там дарить кому-то, там пересылать чего-то там за свой счет. Вот здесь все четко работает. Если тебе что-то не понравилось, ты можешь просто написал. Там вот, например, мой сын заказал мышку для компьютера. Причем эта мышка сранится. Я не знал, что это говно может стоить столько. Она стоила там 50 баксов. Какая-то херня какая-то 50 долларов. Я знаю, что я там мышку покупал хорошую. Там, ну, 3000 рублей. Сейчас у меня эпловская. Эпловская за, там, по-моему, за 4 плите я ее купил. Или что-то такое. Или за 5. Ну, то есть вот эпловская. Это говнище какое-то. Вот оно стоило 50 долларов. Оно одно не работает. Мы ее отправили обратно. Просто вот ты просто пишешь, что мышка плохо работает. Вот такая тупая фраза. Мне это не нравится. У нее там отклик какой-нибудь не такой. Или еще чего-нибудь. И это сразу, блин, возмещается бабло. Вот только ты отправил эту мышу назад, отсканировал QR-код, через отправку, там, УПСом или почтой. Тебе сразу прилетают обратно деньги. Там буквально в течение того же дня. Если он, потом он опять купил такую же, думал, что это с той мышей косяк. Оказалось, нет. И это точно так же где-то там подглючивало. Точно так же она уехала обратно тому же производителю. То есть продавцу. Без всяких вопросов. Просто вот. Мне просто не хотелось. И причины, которые там написаны. Вариант причин. Почему вы возвращаете товар? У меня есть один из причин. Уже не нужно. Вот и все. То есть ты получил эту хуйню. Извиняюсь. Пропользовался ей неделю, две, три, месяц. А потом ты выбираешь пункт. Уже не нужно. И отправляешь это говно обратно. Потому что оно тебе не устраивает. Причина. Почему так возможно? Потому что здесь, в Америке, как я говорю, как я сейчас прикалываю, в нашей Калифорнии, ну и в принципе в нашем США, все четко. Продавцы не хотят судиться. Потому что здесь суд всегда на стороне потребителя. И все. И они просто возвращают, чтобы поддерживать рейтинг хорошего продавца. То есть вот такой вам небольшой ликбез по качеству. Поэтому если вы смотрите, и где-то вы видите, что товарищи американцы хвалят какой-то товар, далеко не факт, что вы получите то же самое. Да, будет на коробке написано те же самыми буквами. Все то же самое. Да, но будет чуть-чуть не то. Но может быть картон на коробке будет тоньше. Это уже начало. Может быть этикетки какие-нибудь там, знаете, немного из того материала. А потом, когда внутрь вы залезете, там и провода не такие, и контакты, и припаяно как-то ногами, а не руками. Еще чего-то там. И диоды там чуть-чуть не такие. И умрет все это у вас там через полгода. Американцы будут кричать, и хвалить, да я пользуюсь пять лет. Это просто тебе не повезло, русский брат. Да, просто-напросто наши поставщики, которые завозят этот товар в Россию, изначально просят удешевить товар. Ну и в принципе продавцы, которые этим занимаются, я имею в виду поставщик-производитель, они знают, что Россия это страна победнее, чем США. И поэтому предлагают изначально товар по более низкой цене, а не более низкого качества. Это сейчас не обвинение в чьи-то адрес, там конкретно, вот кто-то там такие плохие. Нет. Вы же хотите купить это дешевле? Вы покупаете это дешевле. Причем я знаю, как работают производители. Они производят товар разного, всегда запомните это, разного качества и разной ценовой категории, всегда. И они, соответственно, предлагают его вам. Как ты хочешь, чтобы это было, типа, покруче или попроще? И это хорошо, если они вас предупредят. Но обычно нет. Обычно контроль качества для США один, а контроль качества для Европы может быть тоже такой же примерно. Но контроль качества для других стран будет совершенно другой, поверьте мне. И вы никак это не определите внешне. Вот оно будет выглядеть так же, пока вы это там не разберете. Опять же, с чем сравнивать? Если вы притащите что-то из Америки, положите рядом, разберете с тем, что вы притащили из Азии, я уверен, что будет с 90% вероятностью будет замечена какая-то разница. Вы подумайте, что, скорее всего, это просто чуть-чуть отличалась партия. Может быть, смена там какая-то другая. Нет, ребята, это просто для других стран, так сказать, более низшего порядка в их понимании производится вот такое говнище. Потому что нет жалоб, нет претензий. И можно любую херню слать, и все это сходит с рук. И еще один момент. Запомните один нюанс. Всегда. Запомните всегда. Есть такая фигня, что когда вы получаете... Каждый производ... В общем, вы можете... Я просто общался с оптовиками, и, например, какие-то буржуйские оптовики говорят, я закупаю этот товар оптом по такой-то цене. Я говорю, ну как, блин, говорю, я общаюсь с людьми оптовиками из России, они закупают этот товар в два раза дешевле. Они говорят, все просто. Говорят, у нас есть контракт. Понимаете? То есть у наших товарищей в России, например, есть контракт на то, что они имеют право продавать этот товар только в России. Вопрос, почему? Вот подумайте. Почему они имеют продавать этот товар только в России? Право. Они не могут его перепродать. Да потому что те дилеры, которые за границей, получают его частенько, примерно по той же цене, по которой наши дилеры его уже продают. Понимаете? То есть качество совсем другое, и цена совсем другая. И, соответственно, чтобы это говно не вылезло на международный рынок, и потом не было никаких претензий. Есть такие ограничения. То есть не продается товар, который предназначен для использования в России, для продажи и перепродажи в другие страны. Вот и все. Вот такая фигня. Ну и, в общем, вернемся к главной короткой теме, о которой я хотел сказать вначале. Сказал, тема будет короткой. Ну и понеслась. То, что когда вы что-то там делаете выводы о каких-то продуктах, делайте выводы по тем продуктам, которые получаете вы, а не конкретно кто пишет из других стран. Вот ориентируйтесь на отзывы в том регионе, в котором этим продуктом уже кто-то пользуется. Понимаете? По местным отзывам, а не по отзывам каких-то забугорных товарищей по хобби. Это будет совсем другая разница. Вот. И, значит, так как я уже начал говорить, что товарищи американцы не понимают, почему продукты могут быть хуже. Ну, я имею в виду товар какой-то там, светильники, помпы, там еще чего. Все. Почему оно может быть хуже? Оно должно быть такое же точно. Поэтому они уверены, что все это качественно. И они просто выбирают то, что подешевле и легко доступно. Так вот, главный критерий определения американским гражданином товара, которым он будет пользоваться, продукта, которым он будет пользоваться, это не совсем дешево, чтобы это не было вообще похоже на говно, потому что у них есть предвзятое отношение к дешевым товарам. То есть, если это продается дешево, то это плохо. Что-то там не так. Есть стопроцентный подвох. Ну вот. Поэтому дилеры, все продавцы магазина, они сразу изначально завышают цену, иначе дешево просто никто не будет покупать. Понимаете? Ну, естественно, это не касается какого-нибудь там Экотека или Арфека. Все знают, что это товар качественный. И, соответственно, если он вдруг где-то продается очень дешево, то это наводит на мысли, что, скорее всего, это подделка, либо уже ремонтированная, либо что-то с ним не так, его просто не будут покупать. Поэтому они сразу завышают цену, и по высоте цены, так сказать, определяется качество. Понимаете? Не так, как у нас. Если вам залупили цену, то это не факт, что это будет хорошо. Это факт просто, что это будет дорого. И все. А здесь, блин, факт того, что вам залупили цену, все такие, о, а что тут такого? Ты начинаешь им рассказывать какие-то преимущества. Ну и, собственно, в этих преимуществах и кроется все это дело. Вот. Так вот, самый дешевый по возможности, как я уже попытался объяснить, чтобы не сильно он выходил за рамки нижнего предела, допустимого, предела понимания рядового американца, чтобы это было не слишком дешево, чтобы это было легко доступно всегда. Вот он вышел за угол, у него там магазин для морской аквариумистик, и он купил себе и Котек, и Апекс. Легко. В любом магазине. Я везде был, блин, ну, везде, блин. Вот такие нормальные магазины, я облазил здесь все. Везде есть и Котек, и Апекс. Везде. Это хлам, которого полно. Вернее, не хлам, это ширпотреб. Это ширпотреб, которого везде полно, потому что это американский продукт. Я спросил, говорю, а есть вот этот GHL? Дозатор, они говорят, нет, говорят, вот американский GHL показывает мне на Апекс. Понимаете? Говорит, зачем нам херня какая-то, говорит, европейская, если у нас есть свой прекрасный продукт, который мы здесь можем менять, доставка, говорит, зачем тебе нужен GHL? Говорит, это потом, говорит, повлечет большие проблемы. Я говорю, какие проблемы? Он говорит, ну, говорит, вдруг с ним что-то случится, тебе нужно будет его поменять, а ты не можешь аквариум оставить без дозирования, правильно? То же самое со светильником. Ты, говорит, можешь ко мне сюда прийти, отдать его и сразу взять другой. 15 секунд, минут, все, понимаете? То есть, легкодоступность, это везде есть, полная гарантия, которую не может предоставить, например, тот же европейский производитель такого же качественного продукта, как GHL, например. Он не может предоставить никаких нахрен быстрых, блядь, исполнений своих гарантийных обязательств. Вы будете просто ждать, пока ваш прибор уедет туда, вернется обратно, отремонтированный или новый. Вы будете ждать как минимум пару недель. Вот такая вот херня. Поэтому здесь вот так, когда вы смотрите, где большинство риферов мира сконцентрированы, естественно, это США. Соответственно, по отзывам всегда будут более популярны те продукты, которые ими пользуются товарищи американцы, потому что их тупо больше, они просто тупо голосами всех задают, потому что их много. Понимаете? То есть они вот вам проголосовали, вас там 3000 человек, 2000 человек. Сейчас посылки везут. Вот. А товарищи американцев 100 тысяч человек. Ну и чего? Кто будет конкурировать? Нет. Естественно, они получают другой продукт. Они за него голосуют. Они говорят, да. Вы говорите, ну как да, блин, вон говнище же. Мы не понимаем, о чем ты говоришь, брат. Наверное, тебе просто не повезло. Вот и все. Поэтому объективнее надо думать. И когда они хвалят Radeon, например, или Apex, то это просто потому, что у них нет доступа к другим продуктам. И он им нахер не нужен. У них есть нормального качества. Нормального качества. Еще раз говорю, не супер там что-то сверхъестественное. Это нормального качества продукт, который работает безотказно, который выполняет свои функции, которые он может в любое время обменять и купить еще, потому что магазины на каждом углу. Вот, собственно, и весь, все выводы. И поэтому, когда вы смотрите, чем пользуются, как у меня народ справа, я записываю этот видос как ответ на вопросы. Чем пользуюсь, какими тестами ты пользуешься? Салифер. А какими тестами пользуются американцы? Редси. Вот, и все. Покупайте Редси, как американцы. Пользуйтесь Редси, нахера вам Салифер? Да потому, что Салифер-то у нас полно, а Редси как-то у нас не особо распространен. Вот и все. Ни тот, ни хуже, ни этот, ни лучше. Ничем. Просто потому, что вот так. Понимаете? И, соответственно, то же самое со светильниками. Какими пользуются? Кто? Вон, смотрите, весь мир сидит на Родионах. Да, потому что в Америке Родион. А в Европе, пойдите, найдите Родион. Харентом. В Европе другие светильники, совершенно. Там какие-то, например, АТИ. Понимаете? А здесь АТИ вы не найдете. Я вот, хотел купить себе АТИшный, и ты пятый свет, Power Module. И чего? Сказали, два месяца ждать, брателла. Два месяца, блин. Вы, я говорю, не охренели? Говорят, что их не производят? Производят, просто они в Америке никому не нужны. Хер почему? Зато SunPower есть. Почему SunPower есть? А потому, что кто-то когда-то притащил их целую кучу. И теперь они их просто распродают. Допродают, и я думаю, что их не будут привозить сюда больше вообще. Потому что все заполонили Родионы, потому что это на каждом шагу. Зачем что-то думать, если он в принципе нормальный светильник? В принципе, безотказно работает, в принципе, с ним нет никаких проблем. Но в данный момент, например, в России очень большие проблемы с покупкой того же Родиона. Вот такая вот фигня. Если вы и сможете, конечно, его где-то как-то найти, но это уже не так легко. Да и в принципе, как и с Арфеками, и с продукцией из Европы, и со всем остальным. Так что кто купил, тот молодец, кто не купил, не молодец. Вот вам и весь этот любез. Поэтому вот три критерия, по которым определяют американцы. Вот по этим же трем критериям должны определять вы. То есть, легко доступность, нормальное качество, чтобы это работало по отзывам в вашем регионе, а не где-то там, по чужим отзывам из других регионов, которые будут необъективны для вашего региона, повторяюсь. И легкое, простейшее, гарантийное обслуживание, либо, как в нашем случае в России, так как это сложно отправлять куда-то там и ждать обратно. Это самый простой вариант, чтобы это говно было легко починить самому. Либо у вас был какой-то мастер, который в этом разбирается, то есть гарантийщик какой-то, я не знаю, или просто у вас там сосед какой-то электронщик, который может это говно вам просто примитивно там перепаять, чего-то как-то отремонтировать. Вот и все. Ну, всем пока. Продолжение следует...